Потомственная княгиня выступила в Казани. Эта Наня Бригвадзе привезла снегопад в прямом и переносном смысле. Нарушила безмятежность погоды и представила одноименную программу. В столице Татарстана певица приехала накануне концерта, но за час до его начала народную артистку Советского Союза еще можно было встретить в Бигуди. Маргарита Петрова восхищалась талантом знаменитости. Это вот в этой гримерной соседней. Прошли твой приезд. Посмотрели. Хорошо. А было это больше пяти лет назад. Соскучились, нетерпеливо, молчаливо намекали стоящие в очереди в ее гримерную. Ананья Георгиевна до последнего репетировала. Еще за час до концерта эту царственную женщину можно было застать в Бигуди, но камеру не включать. К публике лишь безупречной. Вечер в Казани – это полтора часа. Конечно, вживую. От интимного полушепота до вскрика. И что, естественно, аншлаг. Вспоминали зрители и концерт, прошедший несколько десятилетий назад. Эту женщину закидали всю цветами. Она была вся закрыта полностью розами, цветами всякими. Я получил огромное удовольствие. Манера пения, выбор репертуара. И мы, в общем, всегда, ну, я не знаю, наверное, это было что-то такое родство души. Родной артистка стала для многих. Пела на двух языках. Еще рассказала, ее буквально преследует снегопад. В Азербайджане летом, когда было 50 градусов до 8, очень жарко. Я все равно пела «Снегопад». Потому что это уже, это уже не от этого, никуда не уходишь. А ведь петь одну из самых своих знаменитых – «Снегопад» – на небреквадзе сначала отказалась. Но композитор уговорил. Конечно, артистка исполнила в Казани и романсы. Некогда опальные, именно она вернула их на сцену. Может быть, сейчас и голос и так уж звучит, но зато более осознанно, конечно, и глубоко, глубоко. Мне, например, мое исполнение, исполнение сейчас больше нравится, чем когда я была молодая. Для народной артистки этот год юбилейный. Несмотря на свои 75, она по-прежнему с успехом гастролирует по всему миру. И в Казани непревзойденную публика приняла очень приятно.